Ничего страшного в том, что человек интересуется, как идти к Богу. Иногда люди попадают под неправильное влияние, потому что у нас нет в обществе образования. Нравственное образование показывает, как правильно выбирать веру. Мы этим с вами много лет занимаемся, каждый день об этом говорим. Но если человек не образован, он не знает, тогда у него, естественно, какие-то ошибки могут быть. Но если вы хотите ему помочь, не надо с ним рушить отношения и войну ему объявлять в это время. Надо с любовью относиться, пытаться быть ближе к нему, общаться с ним. А если вас самих куда-то понесло и близкий человек испугался, возвращайтесь назад. Возвращайтесь назад, перестаньте лишнего на себя брать духовного. Возвращайтесь, пытайтесь помириться, раскаяться и вместе потом развивайтесь уже с мужем. Женщина не должна сильно отрываться от своего мужа в развитии, это очень опасно. Мужчина тоже, кстати. Но жена, кстати, женщина лучше понимает. Если мужчина развивается духовно, но при этом жена, допустим, не развивается, но он при этом ее и не мучает, не требует от него ничего, от нее ничего. Просто по-доброму к ней относится. Она всегда за... не будет женщин, не будет сильно быть против. Она не будет сильно против. Обычно мужчины сильно противятся, потому что они чувствуют, что теряют жену. И это правильно. Потому что женщина, когда она становится свободной в плане ее деятельности, то есть она действует без благословений мужа и его руководства, у нее есть склонность попасть под влияние, неправильное влияние чужого мужчину. Очень сильная вероятность, очень сильная. Я знаю много примеров, когда женщина увлекалась духовной практикой без благословения мужа. И дальше интересная схема. Она выбирает себе наставника, начинает с ним советоваться, он начинает строить ей глазки, и потом наставник перетягивает девушку из семьи, она бросает мужа, эта девушка, в пользу наставника. Девушки, если вы видите, что наставник, когда вы с ним берете у него наставление, симпатизирует вам, строит вам глазки, он не квалифицирован быть наставником, этот человек. Наставник тот ведет как отец всегда женщины, даже если она его младше или старше, он всегда как отец. Он не будет никогда поддаваться на эти чары женские, понимаете? Если поддается, значит, не связывайтесь с ним, найдите себе другого кого-то. Вы же все чувствуете эту энергию, как он на вас смотрит, все чувствуется сразу. Женщина знает все это, у нее природа заложена, антенны работают в этом направлении. Поэтому, как бы, будьте осторожны. Не думайте, что он хороший, просто так вот он смотрит, ничего страшного. Это все опасно. Это означает, что ваша семья уже начала разрушаться. Но коренная причина этого разрушения, конечно же, то, что вы развиваетесь с корыстной целью. Он все равно будет, ваш близкий человек развиваться или нет. Вы хотите сами, без него. Означает, что все будет разрушено. Развитие всегда должно ставить бескорыстную цель. Если даже мы принимаем веру и при этом не хотим идти вместе со своим близким человеком, то результат печальный. И начинаю эту тему, работая над своим характером, с этого лозунга «Если пойдем вдвоем». А если не вдвоем, тогда будет только разруха, будет страшно все это, понимаете? Потому что, когда человек начинает развивать свой характер, то он не просто характер меняет, он меняет всю свою жизнь. И не просто свою жизнь меняет, он также меняет жизнь своих родственников, своей семьи, всех-всех-всех вокруг себя. Смотрите, есть три типа разума. Первый тип разума – это разум того, кто деградирует. Он меняет свою жизнь тоже. Все страхи находятся, потому что он спивается, он начинает гулять, курить, пить. Его сносят, человека, и все боятся, все в страхе находятся. Что с ним происходит? Он отбился от корабля своей семьи. Он плывет в свое какое-то море, в свое течение. Течение, которое разрушает его жизнь. Это жизнь в невежестве. Теперь жизнь в страсти. Разум, застывшую природу имеет. Это значит, что люди все живут как все. Надо быть как все. Как правильно питаться не важно, важно, как все питаются. Надо быть как все, иначе опасность, иначе опасность. Вот. Надо все делать как все. Если не как все, то даже ты не сможешь работать нормально и жить нормально. Все как все должно быть. Зачем полностью бросать пить? Чуть-чуть выпивать – это нехорошо. На праздниках что скажешь? Ты будешь начать смеяться. Ты станешь не как все. Чуть-чуть выпивать надо. Если ты не хочешь мяса, он чуть-чуть ешь все равно. Надо быть как все. Это называется разум страсти. Он имеет такую зажатую, очень инертную, жесткую природу, которая боится любых отклонений. Человек в страсти не видит разницы между развивающимся человеком и деградировавшим. Вот допустим, если человек начал развиваться, ему кажется, что он деградирует в это время. Он не видит разницы, что спивается человек, что начинает идти вверх. Потому что его жизнь меняется, и это страшно. Человек в страсти, все, что связано с изменением жизни, вызывает жуткую опасность. Это называется силой или предметы, влияющие на разум. Они всегда вызывают шок, ступор у человека. И поэтому в контакте с этими предметами человек должен быть крайне деликатен. Давайте перечислим эти вещи и предметы. Допустим, если я скажу, я бросил есть яблоко, яблоки, никто не заметит. Или допустим, я не ем яблоки или груши, морковь не ем. Допустим, я просто за столом сижу, ты чего не берешь морковь? Я не ем морковь. Но ты что? Без моркови нельзя жить. Но если я скажу, я не ем мясо, то это шок. Будет шок. Даже если я скажу, я не ем рыбы, ничего страшного. Потому что она не так сильно влияет на судьбу рыбы. Поэтому в некоторых монастырях рыбу едят, мяса нет. Она не так сильно влияет. Потому что рыба, у нее сознание почти как у растения. Она отмороженная, она такая плавает, ничего не соображает. У нее сознание очень слабое, то есть она себя почти не осознает. Но это не значит, что вообще не осознает. Некоторые в Индии считают рыбу подвижными растениями. Это уже неправильно. Это не растение, это все-таки мясо тоже, да. Но не такое опасное, как, допустим, мясо развитых животных, которые себя лучше, гораздо лучше осознают. Такие, как домашние животные, например. Но если человек говорит, я бросил есть мясо, то это вызывает шок. Потому что это меняет судьбу. Все боятся, когда кто-то бросает мясо, интуитивно. Потому что если человек мясо бросил, судьба его начнет меняться очень быстро. Он лишается груза определенного. Эта пища тянет вниз. Если, допустим, лодка подняла якорь, что дальше пойдет? Она поплывет. Куда? Она поплывет туда, куда она поплывет, так? Но мне от этого не легче. Для меня хоть туда, хоть туда, хоть туда, все в открытое море. Потому что я не знаю этого пути. Я не понимаю, куда она плывет, понимаете? То есть человек перестал есть мясо, и близкий человек в шоке, потому что он чувствует, что его куда-то несет человек. Если бы он морковь бросил есть, ничего страшного. Но мясо меняет жизнь. Дальше. Освященная пища. Допустим, вы принесете подарок, какой-то там яблочко. Ну, хорошо, яблочко. Вот попробуйте проэкспериментировать. Хорошо, спасибо за яблочко. Но если вы освященное яблочко из храма принесете, сразу вопрос, а что за яблочко? Да этого вопроса не было. То же самое яблочко. Вопроса не было. Но если освященное, сразу оп, а что за яблочко? Потому что оно несет силу изменения судьбы. Или, допустим, не дай бог вам по улице пойти в духовной одежде. Духовная одежда меняет судьбу человека. Поэтому всем страшно становится. Зачем ты ходишь? Вы можете одеть все, что угодно. Вот все, что угодно. Но если эта одежда связана с верой, как бы она ни выглядела, всем становится страшно. Вот наденьте любую одежду, которая не связана с верой. Пускай она будет очень похожа даже на то. Ну, даже, знаете, есть люди, которые одевают одежды, прямо которые связаны с верой. Бывает мода. Но человек это носит просто потому, что ему прикольно. Никто не будет реагировать. Все будут воспринимать это, ну, так, как прикол. Понимаете? Но если человек это одевает с целью верить в Бога, сразу прикол заканчивается. Все это чувствуют и видят, потому что это меняет его жизнь. И всем становится страшно. И поэтому не нужно щеголять этими духовными одеждами по улицам. Почему? Потому что всем страшно. Зачем пугать народ? И так же не надо щеголять освященной пищей по улицам, там, пытаться всем ее пихать. Люди боятся этого просто. Это интимные, сокровенные вещи. С ними надо быть осторожным. Освященная вода также обладает такой силой. И освященные предметы, особенно святые какие-то иконы. Поэтому было таинство всегда, понимаете? То есть иконы не ставят посреди площади где-то. Они их ставят в храмах. Кто хочет, посмотри и получи благо. Все остальные не видят. Почему? Потому что недостойные. Нельзя навязывать духовное всем подряд. И так есть сильные. Все, что связано с Богом, оно меняет быстро жизнь. Поэтому это сильные вещи. И эти вещи не надо навязывать своим близким людям. Духовная музыка, одежды, ритуалы, святая пища. Все это требует очень глубоких отношений между людьми, чтобы это могло входить в жизнь. Но если человек просто вот резко так решил показать всем, как надо, все в шоке. И это может привести к полной разрухе в жизни этого человека. К полной разрухе. Потому что дела начинаются серьезные. Знаете, иногда жена изменила, но ничего страшного. Но если она пошла в храм, бог ты мой, кто теперь с ней будет. Понимаете, вот так люди воспринимают жизнь. То есть изменил, ну я тоже изменил, ничего страшного. Мы изменяем иногда друг другу. Но если она пошла в храм, страшно. Страшно, потому что вся жизнь у нее теперь поменяется. Она не будет такая же, как я. И это факт.